Добрый день, дорогие радиослушатели! В эфире передача «Народный интерес» ведущая Татьяна Федяева, звукорежиссёр Александр Радин. Сегодня у нас в студии Владимир Николаевич Федоткин, депутат Государственной Думы, заместитель председателя, член комитета по бюджету и налогам. Владимир Николаевич, добрый день. Добрый день. Ну и плюс ещё вы профессор, доктор экономических наук, но вообще вы технарь. Ну всегда. Технарь. Радио, да, у вас поможет? Радиотехнический институт, оборонный вуз очень интересный, очень известный. И ещё представитель региона, это Рязань. Это Рязань, да. Рязань. Так, Владимир Николаевич, последние дни самые ведущие газеты все выходили с шапками. И я прямо слышала цитату из вас. Чиновникам запретят лечиться за границей. А я знаю, что вы авторы этого законопроекта, что чиновник должен в своей стране лечиться, но вы ещё говорите о том, что и учиться, и вообще бы надо чиновнику жить интересами своей страны. Итак, чиновнику запретят лечиться за границей. Это реально? Ну, здесь немножко не совсем так. Значит, циновнику и члену их семьи, то есть и жене, и детям несовершеннолетним, на всех должно распространяться. Раз папа управляет страной или управляет регионом, от него зависит положение дела в всех сферах, включая здравоохранение, и он сам, и пусть его жена и дети пользуются продуктом труда своего папы. Хороший продукт с удовольствием, плохой продукт, ну, пусть дома воспитывают его тогда по-своему. Но вообще-то к этому пришёл не сразу, потому что о бедственном положении здравоохранения сегодня кто только не говорит. Я получаю огромное количество писем, люди жалуются на то, что закрываются медицинские учреждения, и попасть к врачу нужно за 90, в одном случае у меня было даже 140 километров. Ну, представьте, поехать к врачу, да ещё люди сидят часами к врачу, по неделю не могут сдать анализы, стационарные койки сегодня закрываются дневного пребывания. Как-то больной утром приехал, полежал, вечером больной должен уехать. Я хорошо понимаю, Москва, Рязань, там на троллейбусе сел, там две остановки. А если за 50 километров, да больной просто не поедет. Мы просто возвращаемся к тому, что называлось раньше самолечением. Травку нашёл, что-то такое там сделал. Если нашёл. Если нашёл, да, тем более при нашей экологии-то ещё эту травку, может быть, и пить нельзя. Ну, о лекарствах вообще страшная вещь, если говорить. Во-первых, нет практически у нас, я такие вещи говорю, но я говорю реальные. Недавно было слушание год назад в Государственной Думе о лекарственном обеспечении, и я делал доклад по экономической стороне лекарств. Я сравнил, по какой цене к нам завозят лекарства из-за границы, и по какой цене их здесь продают. Взял данные по таможене, как там продекларировано, сколько они купили. Ну, и походил по аптекам ещё раз, по нашим, вот по Рязани, здесь Москва. То есть, полевые такие измерения. Да, да, да. Я обнаружил лекарства, по которым цена увеличилась в 21 раз. Я подчёркиваю, не 20%, не 10%, а 21 раз. Я прямо эти лекарства называл. Но, конечно, для кого-то это золотое дно, а для большинства люди просто не могут приобрести, ну что, умирай, получается. И вот на фоне этого, когда я вижу, что люди просто не могут купить, стоят, вот здесь даже, не только у нас я видел в Рязани, я вот здесь видел, вот в аптеке на Арбате. Стоит женщина пожилая, и что-то на руке там, тут читайте эти копейки, купить или не купить. То есть, если здесь, то там, где населие, это вообще проблема. И эта недоступность лекарства становится причиной того, что люди не могут вылечиться и жить, умирать. Это серьёзная вещь. Это нация. Сколько у нас процентов? 72 процента. За границей. А, за границей. Ну, считайте так, 80 процентов заграничных, и ещё порядка 15-17 из суспензий, которые приводятся из-за границ, то есть, основу заграничных. То есть, фактически, это подрыв национальной безопасности можно расценивать, так? Да, к сожалению, когда вот не посмотри, это действительно подрыв, причём настолько серьёзный, что для многих вот нет лекарства, он покупает лекарства, а оно аналог. Вот сказал 72 процента лекарств, это группа надзор говорил об этом, официально было в печати, проверили группу лекарств, 72 процента лекарств не соответствуют нормативным требованиям. То есть, там или мел, или там есть все компоненты, но в пропорции меньшей. Или, скажем, из пяти компонентов четыре есть, пятого нет. Это которые у нас делают? Или которые припопа... Привозят. А сколько подделок их таких? И, понимаете, вот, и даже там, где есть у нас аналоги лекарств, ну, вы берёте, врач прописывает, ну, оно лечит, ну, если хорошее лекарство за неделю вас вылечит, то это лекарство нужно месяц пить. А ведь всё внутри-то портится от этого. Слушайте, я личные наблюдения разговаривала с одним чиновником, и он говорит, ой, вот болею, но я заказал лекарство во Франции. У нас есть, но там настоящее. У меня таких примеров множество, к сожалению, множество. Но какое он имеет право, значит, людям, на тебе, боже, что нам не гоже, а себе получше, причём у кого-то брать. Вообще, вы знаете, когда я вот выступал в Госдуме, я говорю, ребята, то, что наши ездят за границу, чиновники, это только чиновников касается, я не беру так. Чиновники, а депутаты? Ну, в том числе, да, 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 госслужащие, конечно, и депутаты, и уровень вот регионов, губернаторов, правительства региональные, мы в том числе, да. Я говорю, что то, что наши едят за рубеж лечиться, возят детей, всех, я знаю примеров огромное количество. Но я что-то не слышал. У меня нет примеров таких, что вот из Америки чиновники лезут в Россию лечиться. Из Франции, из Англии лезут, и где-то очередь образовалась. Почему-то они там у себя лечатся, потому что там лучше. Сюда они идут, а наши к ним бегут. Но они ещё ведь, когда едут, они же вывозят деньги тоже таким образом. Это второе уже, да. Но когда миллионы, миллионы, миллионы людей не могут нормально лечиться или вообще лечиться, эти убытки, ну, никто не подсчитает. Владимир Николаевич. Нация просто физически деградирует. Владимир Николаевич, как Вы расцениваете результаты обсуждения этого законопроекта? Потому что этот законопроект, он ещё не... Он лежит в комитете. Сейчас вот его рассматривают, комитет. Ну, ведь понимаете, у нас ведь есть законы, которые рассматривают за один день, буквально вчера подал, сегодня уже на доме, а из которых лежат годами. И вот когда этот законопроект мы внесли, это изменение в закон о государственной службе, у нас некоторые журналисты говорят, ну, а что, чиновники не люди, а вдруг... Ага, говорят, это права человека, чиновник-человек. Нет, там ещё одна деталь. А вдруг у него жена или ребёнок очень сильно заболел, а Вы не разрешаете ему выехать, а здесь лечить не могут. Я говорю, нет, мы не запрещаем выехать, но по общей очереди. Вот Министерство здравоохранения, ради Бога, там и учители, и врач, и механизатор, и строитель, и чиновник. То есть равные права. Равные права. Пожалуйста, получишь квоту, выезжай. А то, получается, одни получат зарплаты, там, 5-10 тысяч. Чиновник и так уже отметили материально, у него огромные деньги, да плюс дополнительные доходы. Он, конечно, может немножко отстегнуть и уехать. Нет, дорогой, тебя отметили, хватит. Остальное будет добр в России. Ты Россией руководишь, ты пользуешься тем, что ты создал. Поэтому выезжать можно, но на основании общей очереди, получив направление Министерства здравоохранения. Мало туда денег выделил, дополняй. Ты чиновник, ты дополняй туда, чтобы было больше. Если впереди тебя 100 человек стоит, ну, к сожалению, с тяжёлыми заболеваниями, ты 101. Вот пусть 100 уедут, на них деньги, тебе очередь подойдёт, а если не подойдёт очередь, ну, ты же виноват. Ну, будь как капитан корабля, который последним должен покидать корабль. Я думаю, что здесь далеко всех бы я бы не назвал капитанами. К сожалению, нередко баланс. Да, баланс. Баланс. Вы не думали о том, что, как бы, продолжить эту мысль и сделать так, лечить, учить. Обязательно. Учиться тоже сделай, чтобы образование своё было достойное. Обязательно, да, 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 да. Об этом мы уже обсуждали. Думали, наверное, осенью последней инициативой выйдем. Но опять, наша инициатива будет касаться только чиновников. Не всех остальных. Ну, у каждого свой участок. Завод, значит, заводом руководит, строитель, строителем, там, вы журналист, понимаете, так. А чиновник должен создать образование, ну, которое лучше в мире. У нас сегодня по расходам, доля расходов на образование валов внутренних продуктов, мы занимаем 109 место в мире. А на здравоохранение 115. То есть на уровне таких отсталых африканских стран находится. Хуже, чем Зимбабве. Ну, где-то Зимбабве, Мазабик, где-то вот там находимся мы так, но это опять, это продукт труда чиновника. Это его оценка, его труда. Поэтому не можешь, пожалуйста, пусть твой ребенок учится здесь, в обычной школе, в обычном институте. У нас в 200 лучших университетах мира не входит практически ни один вуз. Это же страшная вещь, потому что любое государство будет прирастать только интеллектом, но нет другого ресурса в мире, только интеллект. Но это опять не касается, скажем, ученых, которые ездят на все возможные симпозиумы, обмен опыта. Это ради бога. Наоборот, это представление своей науки. У нас, может, одни гении в одной сфере, у них другой общаемся, подпитываем. Но учиться дети должны там, где работает папа и гражданином какого государства он является. Потому что образование, здравоохранение и все остальное – это продукт его труда. Он этим руководит. Плохо сделай, но пусть твой ребенок в этом… Владимир Николаевич, вам, наверное, неуютно среди… Я уже привык к этому. Я за все эти вот месяцы являюсь самым активным депутатом по выступлениям. Ну, приходится, конечно, очень много читать, прежде чем выступать. И по ночам сидеть, к сожалению, так. Ну, развялся заглушка, говорится. Что ж, за меня мою работу никто не сделает. Ну, я вообще, когда узнала, что вы в 2001 году отказались от ордена демонстративно и совершенно четко выразили свою позицию. И искренне. И вот недавно вам почетную грамоту правительство выписало. А вы… Нет, меня представили к награде в конце прошлого года. Я отказался. Я говорю, из урка этого правительства никакой ни грамоты, ни доброе слово я не хочу получать. Это не мое правительство, не наше даже. Понятно. Потому что бюджеты, вот в бюджетном комитете, вот если можно, я взял буквально одну страничку официально. Очень хорошо. Вот скажем, вот здравоохранение. Коль мы коснулись как раз здравоохранения, то, что сейчас оно плохо, это все мы знаем, но самое страшное, что и на перспективу-то оно будет плохо. Законов у нас принято огромное количество, они не выполняются. Поэтому чиновнику дали пряник в виде огромной зарплаты, так, дали. Хорошо ему. Нужен и кнут, нужен и кнут, извините, но куда денешься вот сейчас, да? Вот я смотрю, вот вы можете подтвердить радиослушателям, что это я не со слов говорю. Это вот как раз финансирование здравоохранения, развитие здравоохранения, госпрограмма мы приняли в конце прошлого года, 2 декабря подписал президент, теперь закон финансовый. Вот развитие первичной медико-санитарной помощи. То есть там, куда люди прежде всего обращаются, там, может быть, здоров, нездоров. То есть это районные поликлиники, это ФАПы. Да, больницы, да, ФАПы, да. Сократены 3 года на 7 миллиардов рублей. Вот много говорят, что заболеем не просто мы много, а тяжело болеем. Болезнисты более тяжелые. И нужна высокотехнологическая медицинская помощь, за которой чиновники едут за границу. Так вот, смотрите, берем прошлый год и 16-й год, в два раза сокращается финансирование. То есть еще больше чиновники побегут за границу, и еще меньше эту помощь получат внутри страны. Вот официальные данные передо мной. Вы на комитете сказали, на заседании комитета сказали вот какую вещь, что наша поликлиника, в которой лечатся депутаты, оснащена, помните, да, оснащена высокотехнологическим оборудованием. Но, тем не менее, они предпочитают уезжать за границу. Значит, дело не в оборудовании. Вот, я здесь тоже хочу подчеркнуть. Вот есть такой раздел в программе финансирования здравоохранения, кадровое обеспечение системы здравоохранения, то есть кадры. Если брать прошлый год и три года перспективных, то расходы на кадровое обеспечение сокращаются в три раза. Так, это в переводе на русский язык, понятно. То есть ниже будет профессиональный уровень врачей и медсестер. Вот что это значит. То есть расходы на подготовку, переподготовку, кадровое обеспечение на то, чтобы освоить лучшие методы, методики лечения, меньше будет, ну конечно, понимаете. Врач имеет дело с самым дорогим, с жизнью людей. И его ошибка очень дорого стоит. Если кто-то телевизор ремонтирует, ну поделал, ну не сделай, поставил, через три дня пришёл, телевизор всё равно стоит, можно ремонтировать. А может и не надо смотреть, дорогой. А может и не надо. Я говорю, ну там что там, компьютер-то, любая, ну автомашина, любая техническая вещь. Её отложил и всё. А человека нельзя отложить. Ему нужно сейчас вот, у кого немедленно какая-то помощь нужна. А если даже есть оборудование, а врач не имеет соответствующей такой квалификации, подготовки не проходил, он может искренне что-то сделать, а не тот укол. Он сделал какой-то вот, там антибиотик дал, а потом оказался антибиотик, не тот второй антибиотик, но человек-то их не выдержит без конца антибиотики. Понятно, то есть это у нас идут не эмоции, а у нас идут чисто филипы. Это чисто деньги. Деньги. Чисто деньги. У нас выражается всегда в финансах. Я когда слушаю руководителей страны, да и правительства и прочие, когда говорят вот по телевидению, то-то, то-то мы сделаем, ну прям душа радуется. Но когда я тоже сравниваю, ребята, а вы деньги дали на это? На образование, на детские сады. У нас на детские сады-то в 10 раз меньше сокращаются расходы, если брать по образованию. Ну, чего обещать того, что ты не профинансировал? Из воздуха не появляется ничего. Дал деньги, построили. Дал деньги, купили оборудование. Дал деньги, значит, вразь прошел повышенный курс и повышение квалификации. А нет, значит, нет. Даль деньги-то берутся все равно снизу. Народные, народные. Они берутся именно из регионов, из муниципальных образований, идут все наверх. Немножко не так, не с муниципальных образований, а с людей. С людей, совершенно верно. Первая точка – это люди. Это те, кто работяги, значит, и в сфере материальной производства, и нематериальной производства, и бизнес малое зрение. Они обязаны государству. А государство обязано назад отдать или нет? Причем вот еще одна строчка, знаете, ну это вопиюще, о чем я кричал, но пока вот не можем достучаться. Вот есть подпрограмма охрана здоровья матери и ребенка. Ну что дороже матери и ребенка? Сегодня ребенок больной, завтра он нигде не сможет работать, он ничего не может сделать, он будет лечиться. Понятно, это будущее. Да, и вот на ближайшие три года расходы сокращаются в два с половиной раза под программу охраны здоровья матери и ребенка. Но если мы сегодня не думаем о здоровье нации через два, три, четыре года, ну тогда ради кого работает правительство, ради кого мы развиваемся? Развиваемся или деградируем? В разговорах, если послушать по телевидению выступления руководителей, все идет на развитие. А если попуститься в жизнь, то все идет на деградацию. Просто на уничтожение. Уничтожение внешнее, а если брать нравственность и духовность, то это на самоуничтожение. Это и так, и так идет, к сожалению. Настолько это очевидно? Вот вы сказали о нравственности и духовности. Вообще, я посмотрела законопроекты, автором которых вы являетесь, это, пожалуй, самые острые. И в том числе вы инициатор законопроекта по паспорту, бумажный паспорт, об этом надо поговорить. Ну не только я один. Не только. Там много, очень рядом товарищей, подвижников, которые помогают. Да. И закон о нравственности. И я уже представляю, какие вы слышите слова и какие слышите аргументы, что закон о нравственности, это нравственность нельзя законодательно поднять или изменить. И что это наступление на свободу слова. Наверняка вы это слышите. И так далее, и так далее. Ваши аргументы, и что это за законопроекты. Вы знаете, у нас в Думе несколько другая ситуация. Это я слышу, когда общаюсь с журналистами. А журналисты потом транслируют. Да, журналисты говорят так, вы лишаете нас свободы слова, значит, демократии, вы что-то пытаетесь там ввести. Я обычно говорю всё время, ну товарищи, вы хотите получить от врача качественную медицинскую помощь. Вы хотите от хлебороба получить хорошие наши продукты, которые съешь и не отравишься. А сами что хотите дать им назад, что угодно, как говорится, с помойки взял, выкинул, человек вообще придавленный, задавленный, руки опущены, всё плохо, ему работать не хочется. Но это ваш труд. Давайте так, вы от них требуете качественную работу. И им дать стимул, чтобы он завтра ему ещё лучше лечил, ещё лучше продукты давал. А вот в Думе, там другая ситуация. Там, по большому счёту, никто-то не возражает. А когда ходит до голосования, так голосует против. Вот это вот особенность Думы. Я даже догадываюсь, какая фракция голосует против. Ну, правящая партия, конечно, правящая партия. Я вот этот законопроект, который сегодня как раз буду докладывать, закон, значит, ну и по-старому называю, о Высшем Совете по нравственности на телевидении и ради вещания, и в интернет. Сейчас он называется уже об общественных советах по содействию в защите нравственности. Это уже за 10 лет четвёртый раз, четвёртое вхождение в Государственную Думу о том, что, ребята, нам нужно думать о физическом здоровье, но нам ещё больше нужно думать о нравственно-духовном здоровье, потому что всё и добро, и зло, и хорошее, и плохое идёт от человека, от его внутреннего мира. Если мы его согнули, человека, ну, он и говорит, и повести будет так, что будет приносить боль окружающим, потом будем говорить, почему у нас вот такие мы нерадивые. Здесь очень тонкая вещь. И это опять национальная безопасность, вопрос национальной безопасности. Безусловно. Причём вот в данном совете, вот я называю высший совет по нравственности, сейчас общественный совет, уже четвёртый вариант, мы предлагаем ввести, их вообще-то структур официальных достаточно много чиновничьих, но, к сожалению, мы видим, что чиновничьей структуры не сработают. Чиновник – сам человек, которому легко довольно управлять при нынешней власти-то. Мы ещё это изучили. Или он управляет. Да, да, вы знаете, ими управляют деньги. Да, вот. Вот деньги. Я изучил, я очень много выступал в Государственной Думе просто по этой теме, от имени нашей фракции, КПРФ, приводил опыт Соединённых Штатов Америки, где есть официальные структуры и общественные структуры в каждом штате, которые могут наказать очень сильно за выпуск эфир-передачи, если, по их мнению, они наносят ущерб нравственному здоровью. Франция, Япония, Англия, Швеция, Германия, там очень здорово к этому вычищают. Китай, там вообще за этим делом смотрят много. То есть аналоги-то есть, это не что-то совершенно новое, неизвестное аналоги. И мы видим, что они действительно укрепляют государство. И мы считаем, что в данном случае надо создать такой определенный общественный, высший общественный совет, куда вошли бы ни чиновники, ни депутаты, а по их рекомендации врачи, психологи, учителя, может, поэты-писатели, родители, да, общественные организации, и представители четырёх официальных конфессий, да, мусульман, буддизм, и православие. Причём так мы считаем, одного предложит президент, одного предложит правительство, одного предложит Совет Федерации, в Государственной Думе от каждой фракции там четыре фракции, ну, по четыре человека. То есть мы сами считаем, вот эти люди достойные, высоконравственные, кто ты мой, может, режиссёр какой-то, может, писатель, может, просто человек неравнодушный. Ну, то есть это такие нравственные ориентиры в обществе. Да, 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 известные в стране, да. И мы их направляем и наделяем довольно большими полномочиями, ну, и по одному от каждой конфессии выйдет, да. Мы проводили в Государственной Думе круглые столы, очень большие, и много участвовало в общественных организациях. В общем, я сказал, высоконравственные, высокответственные люди и представители церкви, от патриарха, всея Руссия, от Кирилла были представители, совпадение 100%. Вот прежде чем закон выносить, мы его, грубо говоря, обсасывали с разных сторон, потому что один раз вышли, правительство не так, депутаты не так, ладно, убрали. Второй раз вышли, третий раз. Вот сейчас всё вроде уже вычистили, но не знаю, как вот сегодня получится проголосует, но рано или поздно нам придётся заниматься человеком. Человек – это не животное. Да, Владимир Николаевич, я предлагаю вам следующее сейчас. Вот у нас же передача «Народный интерес». Вы сказали об этих советах, общественных советах по нравственности. Общественный совет, как он правильно формулируется? Он называется сейчас «Общественный совет по защите нравственности в средствах массовой информации». То есть, телевидение, радиокомпьютер. Так. Значит, электронный интернет. Давайте мы сделаем так. Я знаю, что вот прямо с радио вы сейчас идёте и будете выступать, докладывать как раз… Докладывать в доме и убеждать депутатов принять этот закон. А мы сейчас сделаем следующим образом. Мы обращаемся к нашим радиослушателям, 629-08-73, наш телефон, код Москвы 495. И что скажут люди? Если у них есть предложение, что что-то не так, что-то надо поправить, то есть, пусть скажет народ, а вы озвучите мнение народа. Согласны? С удовольствием. Что вы только что пришли с передачи на народном радио, люди сказали то-то, то-то. А может быть, вам сейчас все скажут, а не надо нам этого. Но я вот сейчас сомневаюсь. Нет, я с этим выступаю очень много перед людьми. Я ни разу не слышал. Вы знаете, вот один еще нюанс маленький. В конце прошлого года газета «Советская Россия» провела опрос, какие проблемы больше всего вас волнуют. На первом месте ЖКХ 47%, а на втором месте застелит жестокость и безнравственность в средствах массовой информации. А не колбаса. Да, да, да. Все, у нас звонки. Только, дорогие радиослушатели, очень коротко, кто вы, откуда и ваше мнение. Мы вас слушаем. Пожалуйста, говорите. Доброе утро, Татьяна Степановна и Владимир Николаевич. Доброе утро. Это Александр Иванович, Москва. Я вот по лечению, там, вопросик небольшой. Значит, Чазов в свое время, в 80-х годах озвучил такие цифры, что 4% от валового национального продукта уходит на медицину. Из этих четырех половина, то есть 2%, уходило на четвертое управление. То есть это 60 где-то тысяч номенклатуры, семьи и так далее. Вот Ельцин это сделал популистский шаг в свое время, передал это вроде бы в общую пользу, но потом тихо под себя, по одной, это было возвращено в управление делами президента. Ну вот вопрос такой, почему их не возвратить в общее пользование, а не оставлять таким видом, чтобы депутаты не просто лечились у нас в России, но еще лечились в обычных поликлиниках, наряду со всеми. Спасибо. На этот закон-то и нацелен. Но я хочу, чтобы это было не решением президента, как вы говорите, Ельцина, которое может быть, может не быть, а законом. А именно законом. Чтобы человек, который, я понимаю, что каждому чиновнику не поставишь, кто-то может там потихонечку границу съездить и где-то там кому-то сходить, что-то там получить. Но он должен знать, что он при этом нарушает закон. А закон – это подсудное дело. У нас в законе прописано, что чиновник, который выезжает лечиться, нарушая закон, должен быть лишён своей должности. Пойман и лишён. Он должен об этом знать. Не по желанию кого-то, а именно по закону. Вот очень хорошо. Давайте так, дорогие радиослушатели, давайте мы вот всё-таки по нравственности поговорим, чтобы у Владимира Николаевича был… Вооружить ещё раз. Да, вооружить. Предупреждён, значит, вооружён. Или как там. Так, всё, слушаем у нас звонок. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте, Валерий Аркадьевич, Горд Королёв. Владимир Николаевич, ни пуха вам ни пера, давайте записывайте. Нравственный уклад жизнеустройства. Пять позиций я вам называю. Записывайте. Всё записываем, говорите. Согласие, кроме одного, справедливость не может выше закона, закон должен быть справедливым. О, вот это самое главное. Закон должен быть справедливым. А в остальном согласен. Спасибо. Валерий Аркадьевич, а мы продолжаем. Ну вот мы говорим о нравственности, говорим о… Кстати, это тоже соотносится, нравственность. Вот смотрите, чтобы чиновник не лечился за границей, это ведь тоже безнравственность. Конечно. Когда он предаёт свой народ, я себе сделаю получше, а это пусть народ здесь кувыркается как может. У нас ещё звонок. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте, родные. Здравствуйте. Вадим Николаевич. Ну, просто истину вы говорите. И мы вас поддерживаем. Будем молиться, чтобы ваши предложения были приняты всерьёз. Спасибо. Сам Путин-то говорит, что будет население жить лучше, всё. А чиновники, вот эти все, грантоведы. Всё, понятно. Вот не забывайте сказать, кто вы. Вот давайте будем честными тоже перед людьми, перед собой. Нам нечего скрывать. Вот меня зовут Татьяна Степановна Федяева. Как вас зовут? Кто вы звоните? Чего вы боитесь? Так называйте. И дальше говорите коротко свои предложения. Мы продолжаем. Я вам слова скажу, я как член комитета по бюджету и налогам, я доктор экономических наук, я верю не просто словам, а тем словам на решения сдачи, в которых выделяются деньги. Потому что хорошие фильмы, и нас сегодня заполонили, стрельба, секс и всё что угодно. А хорошие фильмы, воспевающие доброту, они тоже требуют денег. И на них не жалко выделять, потому что отдача будет колоссальной, они умеют считать. Я вот вчера выступал на телевидении по проблемам безработицы. Я говорю, вы где видели на телевидении фильм, который воспевали бы честный труд? Пославляли его бы красоту, как было в советское время. А сегодня кто ворует, тот живёт хорошо. Это я вижу каждый день. Владимир Николаевич, а вы заходите на сайт госзакупок? И кто заказчик фильмов? Знаете, да? Ну, я знаю, что у нас, как и на Украине, до 90% СМИ, они под контролем Запада. Это первое, СМИ. А фильмы заказывают силовые структуры, у них на это есть деньги. А вот, допустим, предприятия, поскольку предприятия развалились, ну, многие, вот было такое, договорщики, скажем, КАМАЗ профинансировал там про это, было такое, но это больше презентация. А вообще-то вот заказывают обычно силовые структуры, им надо показать менты, бригады там и так далее. Это же ненормально. Значит, про КАМАЗ-АвтоВАЗ, там сейчас проблемы очень большие, там идёт значительное сокращение работающего, вот в этом году уже. Причём хитрый это отдельный разговор. А заказы почему? Я понимаю, человеком запуганным легче управлять. Конечно. Понимаете, это метод управления. Можно управлять его законом, а можно управлять через страх. И, к сожалению, страх срабатывает чаще. Поэтому это заказ политический. И я говорю, что да. Такой опосредованный. Да, чтобы человек, чтобы Россия была богатой, должен быть богатый духовный человек. Это обязательно. Без этого не будет. А это нужно воспитывать нужно с детства. А когда с детства человек смотрит, стреляют, стреляют, убивают, кровь, всё это смакуется, он вырастает каким-то суррогатным человеком. Для него это уже не страшно. Он сам это может сделать. Не будет страны при таком народе. Ещё звонок у нас, пожалуйста, говорите. Мы вас слушаем, говорите. Здравствуйте. 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 Валерий Иванович, Москва. Я проживаю в Москве, район Отрадное. Что у нас происходит? У нас три поликлиники были. Каждой поликлинике можно было прийти, сделать ту или иную операцию или процедуру какую-то. Но в частности сделать снимок. Теперь, собственно, для того, чтобы сделать снимок, надо ехать в другую поликлинику. Потом ехать, получить там плёночку. На этой плёночке, которая идёт вместо снимка, приходишь сюда, вот 165-й поликлиника, у них нет аппаратуры. В общем, такое безобразие сделали, сделали всё хуже, вот то, что можно было сделать. Спасибо. Всё, понятно. Значит, прежде всего хочу сказать, в стране достаточно денег для того, чтобы обеспечить аппаратурой все необходимые, начиная от фейшерско-кошерских пунктов, кончая до любыми федеральными больницами. То же самое Медведе говорил, что при госзакупках каждый год теряется триллион рублей. Президент подмечал, что 4 триллиона практически ежегодно финансовыми нарушениями используются. Вот о бюджете, о котором я говорил только сейчас на 3 года. На 3 года мы должны официально подписанному, принятому триллион рублей вывести за границу различные резервные фонды по линии правительства, официально подчёркиваю. Они будут там работать, обслуживать, а не здесь. То есть денег очень много, достаточно, чтобы всех обеспечить проблемами. Только нужна политическая воля. И с другой стороны, часто говорят, вот врачей, врачей не хватает. У нас только безработные, которые могут пойти и учиться на врачей. Есть там хорошие люди, но надо им дать эту возможность, ну, расширить приём медицинских учреждений. Пусть больше будет врачей дать им зарплату, сколько людей они спасут. И при этом одно, конечно, условие. Категорически запретить платное образование в медицинских учреждениях. Их кто учится на платной и платит институту деньги, тому чаще ставят тройки, четвёрки, но не выгоняют их. А к врачу-троечнику пойти, вы сами понимаете. То есть лечение должно быть, учение в институтах полностью бесплатное за счёт государства и обеспечения работы врачей. Деньги есть. Вот видите, Владимир Николаевич, вы уже посягаете на основы либеральной политики. Ну, я иду от людей, что нужно людям. Людям хочется жить и жить достойно. Вот это для чего власть существует. Да. Ещё звонок, пожалуйста, говорите. Добрый день, здравствуйте, Сергей Николаевич из Москвы. Решительным образом поддерживаю слушателей из Королёва. Именно справедливость выше закона, потому что справедливость – категория божественная и духовная. А законы пишутся человеком, людьми. Всегда это будет ниже. И справедливость – это именно монархическая категория и церковная. Вот что надо брать. Понятно. Ну, я думаю, что если вот вы сами писали бы закон, вот вы или, значит, товарищ из Королёва, вы бы написали, наверное, справедливый закон же. Вот главное, чтобы эти справедливые люди были во власти. Тогда и будет справедливый закон. И, конечно, справедливость – это ключевое слово для любого государства. И нет справедливости, там нет порядка. Дорогие радиослушатели, мы работаем в прямом эфире. Это передача «Народный интерес», ведущая Татьяна Федяева, звукорежиссёр Александр Радин. А в студии у нас Владимир Николаевич Федоткин, депутат Государственной думы, доктор экономических наук, член комитета по бюджету и налогам. Но самое главное, автор очень сильных законопроектов, во всяком случае, они очень резонансные. И в том числе ещё один законопроект, и он тоже подходит под категорию нравственности законопроекта о бумажном паспорте. Это же ваш тоже законопроект. И вы предлагаете там писать и национальность? Вы знаете, ну, во-первых, если говорить о паспорте, во-первых, все законы, которые я пишу, они в общем-то не от меня исходят. Я постоянно общаюсь с людьми, выезжаю в сельские районы, везде, по месту строительства. Но я вижу, что народ ждёт, что народ спрашивает меня, что народ наказы какие-то даёт. Они оттуда вырастают, потому что потом детали прописываются специалистами. И я вот нигде, я говорю вот искренне, нигде, ни в одной аудитории, ни в одной области не слышу, чтобы кто-то просил дать ему универсальную электронную карту, электронный паспорт. Ни разу не было, ни на одном уровне. А вот наоборот, сохраните нам то, что бумажный паспорт есть, это сколько угодно. Причём начиная там чисто, вот есть убеждение внутреннего людей, и есть чисто финансовая сторона. Зачем дополнительно тратить миллиарды денег на какую-то замену бумажки на бумажку? Есть у нас. Ну, давайте будем жить лучше на дороге потратить, на детские сады, на больницы. Ну, будем жить великолепно, тогда, может, подумаем, куда ещё деньги потратить. Владимир Николаевич, вот я народ, и я вот что-то не понимаю. Смотрите, электронный паспорт, это я уж так вот, все сведения будут храниться на серверах не у нас, а где-то в Бельгии, там, в Брюсселе, по-моему. Ну, вообще-то в Соединённых Штатах. Даже в Соединённых Штатах. Там ангары такие, как цеха заводов стоят, со всего мира стихается информация. Американцы не дураки, деньги не будут пустую тратить. Так вот, а потом они говорят, стоп, 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 а нам это неинтересно, и вообще мы не любим Россию. И давайте-ка мы всю эту лавочку прикроем. И что, и всё? Сегодня самое страшное, это не танки, какие-то там ракеты, которые делают, а это информационное владение человеком и народом. Так а вот оно. Это самое понятное всё, и у кого вся эта информация есть. Например, Соединённые Штаты отслеживают. Что-то умирает в России народ мало. Вот мы кто-то забрасываем, забрасываем, болезнь не умирает, понимаете? Вот никак нельзя из-за этого прибрать их ресурсы. Давайте добавим. И уже и водки полно, и табака полно, и наркотиков полно. Да, 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 и телевидение забито грязью. А невымерно. То есть, ну, я один из примеров взял. Там более тонкие, конечно, ходы какие-то есть. Поэтому это война, и очень страшная война, которую мы все просто недооцениваем. Электронная карта. Вот у нас буквально два дня назад был руководитель Федеральной миграционной службы, Ромадановский Константин Олегович. Принёс макет электронной карты? Уже. Уже, прям показал. И сказал, у нас пока только одна проблема с Винфином, там не можем договориться, вот как деньги на её выпуск, на всё остальное. И сказал такую фразу, вот у меня стенограмма, прям передо мной, стенограмма, что это реально, и что с 2017 года они будут добиваться, чтобы этот документ, вот эта электронная карта, этот электронный паспорт, совершенно в ином понимании, чем бумажный, уже с 2017 года он был не как пилотный вариант, а как реально используемо всем. Что здесь страшного? Сегодня в паспорте мы видим, что о нас написано. Приходим в учреждение, мы видим, что там выписывают. То есть мы как бы сами контролируем информационную слежку за собой. Я бы так сказал, это именно слежка. Что записано в этом клочке пластика, никто не знает. Это будет вся жизнь записано даже с разных служб, с разных структур. И как это будет сопоставляться. И вы пришли, ну, простите, грубо говоря, куда-то в магазин. А вы говорите, а ну, стоп, у вас ничего здесь нет? Нет. Это не только деньги, понимаете. Деньги – это одна сторона. Он снимает, а может, кроме денег, снимет какую-то информацию у вас. Где-то гарантия. А может, какой-то предприниматель, который выполняет задачу, отслеживается в микрорайоне, вот какие-то моменты. И он может с деньгами снять что-то ещё, и вы не узнаете об этом. Узнали, что у тебя очень хорошие почки. Может быть, такое. Может быть, собственность. Может быть, если нужны какие-то ненужные звонки, которые могут поставить власть. А почему он начинает с ним говорить? Вот тот человек у нас вот… То есть это полный тотальный контроль. Абсолютно. А тотальный контроль, он нужен только, по-моему, для уничтожения. Понимаете? Поэтому эта электронная карта, ну, может, когда-то, когда общество будет высоконравственным, власти будут, как вот сейчас говорили наши слушатели, справедливыми. Высоко справедливыми. И у них мысли не будет вот наступать на кого-то. Но сегодня, к сожалению, примеров множества обратно. Поэтому электронная карта – это самое страшное оружие, которое я знаю, которое уничтожит не только Россию. Поэтому законопроект о паспорте бумажный. Но ведь есть ряд государств, категорически отказался от этого. А мы продолжаем упорно, что мы это сделаем. Но мы понимаем… Не мы, конечно. Ведь Россия, это она под контролем управляется. Это же понятно. Но если по Украине смотрим, наш президент каждый день звонит, спрашивает мнение президента американского, немецкого. Зачем мне американский президент? Я хочу сам навести в своем доме порядок. Мы славяне. А ведь что на Украине? Славяне бьют славян. Вот что страшно. И с одной стороны бедные, и с другой стороны. Поэтому не мы, к сожалению, вы правы. И вот в бумажном паспорте там очень много таких важных моментов. Мы запрописали в законопроект, он уже два месяца лежит в Государственной Думе, пока не выходит. Ну, опять подчеркиваю, мы проводили круглые столы и советовались много с людьми. И записали то, что требует. Ну, например, значит, в каких-то изображениях паспорта только герб и флаг. Больше никаких других изображений, которые сегодня вызывают отторжение и тревогу многих, не должно быть. Раз людям этого не подходит, не надо, надо убирать. Кроме того, значит, мы записали прямо в статье 5. С паспорта запрещается ставить машиносчитываемые записи, голограммы, биометрические данные, индикационные номера, личные коды, чипы и иные отметки. Запрещается внедрение в паспорт любых электронных устройств, чтобы там была информация и она считывалась. То есть, не должно быть сегодня этого. Записали мы в паспорте, это тоже, подчеркиваю, все поддержали на круглых столах у нас национальность. Понимаете, в чём дело? Я думаю, что вот эта попытка не дать национальность, это выявить истинную картину, сколько у нас осталось русских, а сколько других. А у нас количество русских резко сокращается. Это ствол дерева базовый. Мы записали и очень вызывает у моих коллег в Думе, но опять по просьбе очень многих организаций, записать вероисповедование. Но по желанию человека. Хочешь – запиши, и хочешь – не надо. Но если человек считает, что для него это важно, пусть запишет. Или группу крови. Опять, по желанию. Некоторые говорят, по крови можно узнать, отсутствие будет человека. Ну, если не дай Бог, что-то случится, то есть, скорая помощь даже посмотрела, ага, группа. Ну, сейчас есть в нашем паспорте. Ну, и мы это разрешаем, то же самое. В принципе, вот эти основные моменты, ну, не надо его менять. То есть, в фотографии вклеили, это тоже экономия денег для населения, для государства. У государства нет своих денег. У денег, времени и так далее. У государства нет своих денег, у него только народные деньги. Так, дорогие радиослушатели, мы продолжаем. Принимаем звонок. Пожалуйста, как вас зовут и откуда вы? Да, слушаем вас. Здравствуйте, Татьяна Спановна. Семь минут продержали, огромное спасибо. Ну, это меня извините. Извините, извините. Наверное, я виноват. Говорите. Я виноват. Рязань, Евгений. Евгений, простите. Татьяна Спановна и Владимир Николаевич, я приглашаю вас сюда, вот, в поселок Сполозово, от центра 10 минут езды и 10 минут ходьбы. Здесь отвратительная экологическая обстановка, ведь еще здесь не все взаимосвязано. Дорога разбита. Такая пылища. Здесь люди бизнесом занимаются, дороги, ну, не ходят. Как называется поселок? Поселок Сполозавода. Я вас приглашаю. Город Рязань, поселок Сполозавода. Значит, я там был, не только Сполозавод, это Борки. Мы Октябрьский район, где дышать и люди с брахиальной массой сегодня попадают на скорую помощь. Я подготовил, уже отослал целый ряд материалов, переговорил и с президентом от имени нашей фракции, и с правительством, и на Думе подымал несколько раз, и наша фракция подготовила закон об экологической безопасности, который пока мы не можем пробить, но мы этот вопрос поднимаем. Эта беда действительно страшная. На приёме ко мне намного. Владимир Николаевич, возьмите меня с собой, когда поедете в следующий раз. Так я вот поеду буквально в понедельник, поеду по сельским районам. Ну вот в этот раз нет, а в следующий раз, когда поедете, я с удовольствием съезжу туда. И тогда мы сделаем это. Это неделю в Москве, неделю в Рязани, мы так все работаем. Понятно. И мы об этом расскажем. Это будет тоже, кто виноват, почему это происходит. Либо местная власть, либо федеральная, либо региональная. И те и другие. И те и другие. Ну и поговорим напрямую, будем говорить. У нас звонок, пожалуйста, говорите. Здравствуйте, Ванна. Да. Резкий случай. Опять Александр Александрович. Вчера я с вами тут попозил немного. Помните, может быть? Ну, говорите, Александр Александрович. Значит, вопрос очень сложный. Голикова сейчас является председателем по проверке всяких растратов и денег. Счетная палата. Счетная палата. Председатель счетной палаты. Российской Федерации. В свое время она совершила государственное преступление. Она читала, что вложены огромные деньги в покупку совершеннейшей техники. И это все было сделано. И эта техника нуждается в постоянных регламентных работах. На накладке их, проверках и так далее. Специалистов нет. И сегодня она, являясь специальной учетной палаты, проверила и за голову схватилась. Многое изоборудование. Я не беру там откаты, деньги за это. А то, что не могут даже смонтировать. Живее. Для того, чтобы все это внедрить, надо было прежде чем вкладывать огромные деньги и щелкать каблуками и докладывать, подготовить в течение трех лет как минимум специалистов. Спасибо, спасибо. Значит, вы говорите о томографах, которые были приобретены за бюджетные деньги по цене в три раза дороже, чем они стоят на рынке. Об этом говорил президент прежний. Но говорят-то, говорят, а мертвы не приняли. Вот в чем дело. Мы поднимаем это неоднократно и по поводу Голика, и по поводу Сердякова, Министерства обороны, и по поводу скрынек, Министерства сельского хозяйства. Скрыты огромные нарушения, но и до тех пор, пока не будут посадки, наказания. Давайте говорить откровенно. Не нарушение это называется. Преступление. Вот так. Преступление финансовое. И до тех пор, пока не будут наказания, эти посадки серьезные, это значит сигнал, ребята, воруйте, мы не тронем вас. Поэтому наша фракция об этом говорит буквально чуть не на каждом заседании. Мы даже предлагали нашей фракции КПРФ создать собственную группу из депутатов Государственной Думы по расследованию преступлений. Вот таких, как говорили, потому что надо доказать. Или вот, скажем, Васильева, Сердюков, и голосовали в Государственной Думе, не поддержала правящая партия наши предложения. Мы говорим, раз прокуратура, следственное управление хотят довести дома, дайте возможность нам, мы расследуем и вынесем вердикт. Вот я не понимаю. Вот у нас независимость ветвей власти, да? То есть есть власть законодательная, есть власть исполнительная, есть судебная власть, ну, есть силовые структуры. Почему нужно одобрение, либо неодобрение этой законодательной власти? Власти, есть ли инициативы, да. Если есть фактически все признаки преступления. Понимаете, столько слова независимость. Все зависят от денег. И поэтому многие очень держатся за свое место, потому что это и оклады, это и доходы, и все остальное потерять, честно говоря, не очень хочется. Отсюда и на выборах практически нет демократии, нет честности, и нормального человека пройти это тяжело. Но по спискам партийным что-то мы еще подходим. До тех пор, пока вот эта вот власть, она, ну, не будет зависеть от денег, и не будет главный принцип, вот тот справедливость, о которой мы говорили, вот такие рецидивы, они будут продолжаться, к сожалению, вот почему мы постоянно-то и боремся. А потом, вот смотрите. И еще один нюанс, вы знаете, мы давно не можем провести законопроект об отзыве депутата. То есть если депутат во время выборов обещает, золотые горы народы, ради бога, только выберите. А когда выберут, потом 4-5 лет он не появляется. Перед людьми и голосует за законы, ухудшающую жизнь. То есть люди должны, скажем, через год иметь право отозвать этого депутата. Сегодня такого закона нет. А помните, года два назад сказали, ой, сейчас будем отслеживать, ходят депутаты на заседание или нет. И недели две было, у-у-у, даже показывают. Вот отслеживать, посмотрите, каждый день телевизор, полупустой зал. Полупустой зал, да. Значит, мы тоже предлагали, как за рубежом. Слушайте, замечательно, сидишь где-то там в Ницце, деньги тебе идут, да, так или нет? Ну да, рабочий день идет. И рабочий день, и зарплата ведь нехилая. Есть вариант довольно простой. То есть когда депутат входит в зал, а мы голосуем такие карточки небольшие, как пластиковые, вставляем, тогда можно голосовать. Депутату дают в руки его карточку. Если он выходит из зал, ну пусть даже на 10 минут, он должен при выходе сдать карточку, его не выпустят. Тогда за него не проголосуешь. А так карточки стоят, ну хоть 100 человек, если успеешь, пробежал до всех на зал, один человек, вот и мнения единогласные. Ну вот система некоторая такая двойных стандартов. Недавно показывали заседание Верховной Рады на Украине, и показывали, как член одной из сегодняшних правящих партий бегает и нажимает на кнопочки, а я думаю, а чем мы-то отличаемся? И говорят, ой-ой-ой, как нехорошо. Но а у нас ведь то же самое происходит, да? Конечно, вот говорят наши власти, референдум на Украине нужен, а почему у нас не провести референдум в состоянии нравственности и духовности-то? Надо цензуру нравственно вводить или не надо? У меня прикажет, что я хочу цензуру вести. Я говорю, да, я хочу нравственную цензуру вести, но чтобы это было от общественных организаций, не от чиновника, и решить, что плохо, что хорошо для России, для возрождения, почему не провести? У нас нельзя. Там можно, у нас нельзя. Это тоже двойной стандарт. Двойной стандарт. Двойной стандарт. Вообще, любой ключевой момент, они должны проходить через референдум, я считаю, ключевые моменты для страны. Финансовые, нравственные какие-то еще. Как народ высказывается. Глобальные, смотрите, лесной кодекс приняли. Абсолютно. 20 кодексов. Да, да, да. Вот они, самые важные. Все законы по экологии, о чем говорил наш слушатель из Рязани. Евгений, извините, что мы вас долго держали, простите, пожалуйста. Вот, это же экология, это жизнь. По-моему, это очень правильно было бы. Взяли бы там 3-4 вопроса ключевых, провели бы референдум, узнали позицию, сказали, ребята, народ, вот так решил. Его мнение заоформляется законом. Владимир Николаевич, а вы не думаете, что сейчас власть должна спохватиться и сказать, если мы не хотим, чтобы у нас произошло то, что произошло на Украине, надо сделать так, чтобы люди могли выражать свое мнение. Давайте, вот если бы там вовремя… Не думаю. Не думайте. Потому что был старошный мировой кризис 5 лет назад, который показал, у кого нет науки производства, то упадок хуже, всех людей живут хуже. Уже тогда должны были бы спохватиться и начать развивать науку, образование, экономику, культуру. А у нас с Академией наук поступили так. О, да не только… У нас 6 раз сократилось финансирование науки по сравнению с советским периодом. То есть риторика. Полтора миллиона за границу умных людей уехало. Это какое же государство выталкивает интеллект умы за границу и хочет лучше жить? Поэтому говорить о том, что вот, значит, у них, у нас, к сожалению, здесь не будет. Если мы сегодня не вложим в образование, в культуру, в интеллект, в рядовые производства, то через 5 лет будет еще хуже. Вот Путин говорил, президент, что 25 миллионов инновационных мест нужно создать, рабочих, двумя руками за. А недавно министр промышленности был у нас. Я спрашиваю, это, значит, 6 миллионов рабочих мест в год должны создать. Сколько создали за 2 года? Ничего. Только торговля, да, сырьевые отрасли. Ну вот, вот. Это, кстати, тоже касается нравственности. Нравственность и в том, чтобы власть выполняла свои обязательства. Нравственность, справедливость, обязательно. Владимир Николаевич, я вас не задерживаю, вы сейчас выступаете на... Да, пойду биться. Да, выступаете на заседании Госдумы. Мы желаем вам успеха. Спасибо. Ради нас всех. Я буду стараться. Спасибо. Я напоминаю, что сегодня в студии работал Владимир Николаевич Федоткин, депутат Государственной Думы, член комитета по бюджету и налогам. Вела передачу я, Татьяна Федяева. Всем всего доброго. До свидания. До свидания. Спасибо вам.